Жители дома на Горьково проснулись от запаха гари. Вся квартира была в дыму. Люди позвонили в 112. Вчера этот дом окружили машины с мигалками. Языки пламени пробивались сквозь тот балкон на четвертом этаже. Чтобы попасть внутрь квартиры, спасатели развернули автолестницу, залазили через окно. Внутри никого не было, а позже выяснилось, жилплощадь сдается в аренду. Во время ЧП квартирант был на работе. Работало три подразделения, действовали слаженно, поэтому пожар удалось ликвидировать, скручаясь от сроки, нанесение минимального материального ущерба. Тем не менее, соседи снизу подсчитывают убытки. На их балкон попала расплавленная пластмасса. Этот парень сказал, что там пластмасса как докапала, вот такие вот перила, они там повреждения такие. Он сказал, все сделаю, купите все, плачу, какое вам надо, я сам все сделаю. Все в дыму было, туман. Приехала служба, все быстро сделала. Ну и сказал, что пояснил нам мотивы это тем, что я положил, кинул окурел на балконе, положил окурок, ведро, пластмассовый ушел на работу. После обеда загорелся сарай на Советской. Пламя уничтожило крышу, пострадали несущие балки, стена покрылась гарью. Неподалеку стоит жилой дом и пятиэтажка. Огонь мог перекинуться на них в любой момент. К моменту прибытия подразделений хозяин находился на улице. Причина данного пожара устанавливается, однако одна из более вероятных версий – это детская шалость с огнем. Специалисты просят родителей лишний раз напомнить детям правила пожарной безопасности. Спички не игрушка. Молодое поколение не может в полной мере оценить риски. Отвечать за подобные шалости придется родителям. Анастасия Шевцова, Максим Галенка, Бабруйск, 360.